Привет всем! Сегодня мы слушаем новую песню. Это очень популярная песня, которая называется «La chanson de Prévert». Всем привет! Сегодня мы слушаем очередную французскую песню под названием «La chanson de Prévert». На самом деле, первую строчку из этой песни вы уже где-то могли видеть. Она звучит как «on je voudrait temps que tu te souviens». И на самом деле, неудивительно, потому что в другой песне из раздела французской музыки на моем блоге уже звучит эта строка, она называется «les feuilles mortes». Какое отношение имеют «les feuilles mortes» к данной песне, вы узнаете из этого подкаста. Итак, давайте посмотрим, о чем же эта песня и кто такой Prévert. Итак, смотрим на первую строчку, да? «on je voudrait temps que tu te souviens». То есть «как бы я хотел, чтобы ты», дословно «ты тебе вспомнила». Мы это уже рассматривали в предыдущей песне, но по сути «je voudrait» означает «я хотел бы», «je voudrait temps» означает «я так хотел бы», чтобы что? «que tu te souviens», чтобы «ты тебе вспомнила». Глагол «se souvenir» означает «вспоминать», а дословно «себе вспоминать» это возвратный глагол, напоминаю вам. И здесь используется его форма «le subjonctive», то есть немножко форма «ты», то есть «tu te souviens» она меняется в «tu te souviens», вот этот переход и есть «le subjonctive». Идем дальше. «Cette chanson», эта песня, «cette», которая пишется с двумя буквочками «t», означает «эта», и оно ставится перед словами женского рода. «Cette chanson», «la chanson» женского рода. «Ete la tienne», эта песня была, «ete la tienne» твоей. «Cette» означает «эта была», «cette ta préférée», «je crois», «je crois» означает «я верю», но во французском оно используется как «я думаю» или «мне кажется». Очень часто повторяющееся выражение, сразу запоминайте. «Je crois que» обычно говорят «я думаю что» и дальше выражаете свою мысль. «Cette ta préférée». «Préférée» означает «любимая», это, собственно, глагол «предпочитать» и звучит как «préférée», просто заканчивается он на «er». Если же заканчивается на буквочку «i» с апострофом, то это означает «любимый» или «любимая», или «предпочитаемый», «предпочитаемая». Так вот, какая же эта песня? «Quelle est du prévers et cosmos?» То есть «quel» означает «что она», «elle» – это «она», «e» означает «есть» или «является», «что она есть», то есть «чем песней». Слово «песня» здесь опущено «du prévers et cosmos?» «Prévers» имеется в виду «Jacques Prévers» или французский писатель и поэт, и «Joseph Cosma» – это композитор. Собственно, вот эти вот двое людей и написали песню «les feuilles mortes», о которой я уже говорил ранее в данном блоге, да, в этом разделе французской музыки. «Et chaque fois» «Et chaque fois» и «каждый раз» «les feuilles mortes» «les feuilles» – это «листья», «mortes» – это «мёртвые», то есть «опавшие» листья, но дословно «мёртвые». «Tu rappel » «Rappeler» означает «напоминать» или «вызывать в памяти», да, какой-то образ. «Tu rappel» «Тебе напоминают» «О чём?» «A mon souvenir» «A mon souvenir» «О моём воспоминании» Ну, то есть, как бы, вызывают тебя, с другой стороны, в моей памяти, можно ещё и так сказать. «Jour après jour» «le jour» – это «день», «jour après» «jour» «день за днём» «les amours mortes» «les amours mortes» «лез amours mortes» «мёртвые» «любови» или «любви», по-русски, так сказать, нельзя, поэтому мы говорим «умершая любовь» «non finisse pas de mourir» «мурir» означает «умирать» «finisse» означает «заканчиваются» и это форма для, скажем так, «они» «les amours mortes» «это они» «ils finissent» «они заканчиваются» «ils ne finissent pas» «они не заканчиваются» «ils non finissent pas» «они, как бы, от этого не заканчиваются» «они от этого не заканчивают» «умирать» полный смысл «avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne» «avec d'autres», с другими «bien sûr» это выражение означающее «конечно» «je m'abandonne» «я забываюсь», «я меня забываю», «я меня забрасываю» «примерно так вот это звучит» «мэ», «но», «leur chanson», там была «cette chanson», эта песня «leur chanson», это их песня «e monotone», является монотонной «e peu en peu», и «ponemnogu», «ponemnogu», «je m'indiffer», «sandifferer» это значит, что вам делается что-то безразличное «je m'indiffer», «мне становится безразлично», да, неважно «à cela, il n'est rien à faire», то есть «с этим ничего нельзя поделать» «à cela, с этим, il n'est rien», то есть «ему нет ничего, à faire», что можно сделать «с этим ничего не поделаешь» «quer chaque fois», «quer» означает «поскольку» или «ведь», «chaque fois», «каждый раз» «les feuilles mortes», то есть «мертвые листья», «павшие листья», «tu rappel à mon souvenir» ну, дальше, собственно, припев повторяется то есть «вызывает у тебя в памяти мое воспоминание», примерно так и дальше идем к последнему куплету «peut-on jamais savoir par où commencer?» «peut-on», это происходит от формы «en peu», «мы можем», если мы меняем эти два слова местами, у нас получается вопрос, вопросительная форма «peut-on», то есть «можем ли мы», «jamais» означает в принципе «никогда», но поскольку это вопрос, здесь можно сказать «когда-либо», то есть «можем ли мы когда-либо» «savoir», «знать» «par où», «par où» – это еще один способ сказать «где», «par où commencer?» «можем ли мы когда-нибудь знать где начинается?» «par où commencer?» – это форма английского «commencer», «начинать» «e quand finis l'indifférence» «e quand finis l'indifférence» «e quand finis l'indifférence» «l'indifférence» означает «безразличие» «passe l'automne vienne l'hiver» «passe» – проходит осень, приходит зима «passe» – это «проходить», «l'automne» – осень, «vienne» происходит от глагола «venir», означающего «приходить», «l'hiver» – это «зима» «e que la chanson de prévère» «e que la chanson de prévère» «Pesna prévère» «de» показывает принадлежность к чему-либо или к кому-либо «cette chanson» – это «pesna les feuilles mortes» «se fasse» «effacer» означает «стирать» «se fasse» означает «себя стирать» или по-русски мы бы сказали «stiratsa» тот самый возвратный глагол то есть эта песня «себя стирает» «de mon souvenir» «из моего воспоминания» или же «из моей памяти» «et ce jour-là» «ce jour» означает «в этот день» «ce jour-là» означает «вот в этот день» как бы более точно, более указательно мы это можем сказать «mes amours mortes» «моя мертвая любовь» дословно во множественном числе «мои мертвые любви» хотя по-русски кривовато звучит, конечно «on aurons fini de mourir» что вот это значит? «on» означает «от этого» или «по этой причине» «on aurons fini» «on aurons fini» это форма, которая соответствует английскому «future perfect» что-то типа того, что «will have finished» «they will have finished» в английском это менее распространено во французском это говорят постоянно так что начинайте привыкать к этой конструкции так вот, и получается примерно следующее «мои мертвые любви» я так дословно перевожу «on» от этого «aurons fini» перестанут de mourir умирать понятно «e ce jour-là mes amours mortes» то же самое и в этот вот день «моя мертвая любовь» «on aurons fini de mourir» перестанет умирать или более дословно «от этого» перестанет умирать на этом все с вами был Иван Бубров спасибо большое за внимание если вы хотите увидеть на моем сайте обзор какой-либо конкретной песни просто оставьте ее название в комментариях вот видите уже скоро она там появится до встречи в новых подкастах пока-пока пока пока-пока пока-пока